МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Калейдоскоп в студии Юрий Салдаев. Сегодня мы будем говорить об очень важной, но очень деликатной проблеме. Мы будем говорить о заболеваниях прямой кишки и заднего прохода. Это направление в медицине. Называется проктология. А чтобы разобраться в тонкостях и нюансах этой проблемы, мы пригласили к нам в студию врача-хирурга, проктолога, кандидата медицинских наук Савину Анну Валерьевну. Здравствуйте! Здравствуйте! Итак, расскажите, пожалуйста, немножко о себе. Какой вуз вы закончили? Как вообще пришли в эту профессию? Я закончила Луганский государственный медицинский университет в 2007 году. Затем проходила интернатуру на базе кафедры Луганского государственного медицинского университета, после чего закончила аспирантуру, защитилась и потом уже пошла работать в поликлинику по специальности хирургия. Переехав сюда, работала на базе поликлиники РЖД номер один. Закончила курсы первичной квалификации по уколу проктологии в 2013 году. И сейчас занимаюсь этим делом. Если не секрет, вот обычно мы привыкли, что хирурги – это такие большие, серьезные мужчины с большими руками. Вы такая хрупкая девушка. Что привело вас в эту профессию? Как вы выбрали из множества медицинских специальностей именно эту? Эта профессия меня изначально интересовала. Даже когда я училась в университете, она мне казалась очень интересной, загадочной и хотелось разобраться во всех вопросах. Поэтому я здесь. Понятно. Вы знаете, мы пригласили вас в программу не просто так. Мы сделали небольшое исследование. Наши редакторы посмотрели в интернете. И у вас есть много достаточно хороших, позитивных отзывов ваших пациентов. Несмотря на то, что вы работаете в такой достаточно деликатном теме, в таком деликатном направлении, как заболевание прямой кишки. Вот хотелось бы понять, как пациенты не стесняются после общения с вами разместить свои отзывы? И как отличить фейк от настоящего отзыва пациента, который благодарит вас? Просто не секрет, что иногда в интернете размещают фейковые отзывы для повышения рейтинга врача. Да, действительно, это так. Но сейчас на самом деле большинство пациентов записываются через порталы. Например, док-док.ру или другие порталы. Затем, после того, как прошел прием, им звонят, спрашивают, как прошел прием, все ли понравилось пациенту. Перепроверяют эти данные. Действительно, он дошел на прием, был на приеме, получил полноценную консультацию, полноценное лечение, назначено ли было. И тогда только уже потом публикуется отзыв. То есть все тщательно перепроверяется изначально. То есть работает принцип обратной связи с пациентом, да? То пациент получает необходимую свою помощь, а потом, соответственно, получают его мнение о том, как он доволен для обслуживания, в том объеме, в котором он рассчитывал, он получил и так далее. Да. Расскажите, пожалуйста, с какими симптомами чаще всего приходят, с какими жалобами приходят изначально к вам люди? Вот, допустим, нашим телезрителям будет интересно, на какие моменты в своем самочувствии стоит обратить внимание, прежде чем обратиться к вам. Что приводит? Какие жалобы к вам? Ну, жалобы приводят самые разнообразные. Это зуд, дискомфорт, боли, кровь, слизь выделения из анального канала, различные запоры. Обращать стоит на любые жалобы, появившиеся в области анального канала, потому что любой симптом может помочь врачу правильно поставить диагноз. Не стоит затягивать, не стоит пользоваться интернетом, пользоваться самолечением, которое написано в интернете. Лучше прийти к врачу и проконсультироваться. Для меня вот еще важен вопрос. Изначально, вот, допустим, человек почувствовал, что что-то не так, нужно сразу идти к врачу? Или можно еще какой-то промежуток времени выждать для того, чтобы определиться, это было незначительное какое-то явление, или это серьезный симптом? Нет, лучше сразу подойти к врачу и проконсультироваться. Скажите, пожалуйста, вот вы работаете в клинике инновационной медицины. Какие методы диагностики, какие методы лечения вы применяете в своей клинике? Значит, методы диагностики самые разнообразные. От пальцового орктального исследования до ректоромоноскопии. То есть изначально врач пальчиком входит в задние отверстия и определяет, есть ли там какие-то гефиры? Ну, первоначально это, конечно, сбор анамнеза, полноценный сбор анамнеза. То есть на что жалуется пациент, сколько по времени он болеет, сколько эти симптомы у него держатся. Может быть, он пытался чем-то лечиться или обращался ранее к врачам. Насколько я помню, как нас учили в медицинском институте, верно собранная анамнеза. Это 50% правильного диагноза. Правильного диагноза. Вот эту истину нам очень хорошо продавали в мединституте. И от того, как вы соберёте анамнез, будет правильно ли вы мыслите в сторону диагноза. Да. А уже дополнительные методы обследования – это пальцевое, аноскопия, ректоромоноскопия при необходимости. Это уже как дополнение к сбору полноценному анамнезу. То есть я так понимаю, что в вашей клинике стоит современное диагностическое оборудование, которое позволяет установить правильный диагноз и назначить правильное тактическое лечение. Тогда в соответствии с этим хотел бы задать вот такой вопрос. Для пациента, выбирая клинику, в которую он собирается обратиться, на какие критерии, на какие моменты стоит обратить внимание, чтобы прийти в хорошую клинику с хорошими специалистами, а не к шарлатанам, которые могут поставить неправильный диагноз и назначить неправильную тактику лечения? Ну, вы знаете, вопрос очень хороший. Я думаю, что нужно обращать внимание на то, что врач должен иметь обязательно долго работать в данной специальности. То есть какой-то опыт определенный у него должен быть обязательно. Затем, часто густо врачи распыляются в плане того, что врач-практолог может заниматься и гинекологией, и гастроэнтерологией. Я не считаю, что это правильно, поэтому если врач... Ну, это же разные сертификаты специалисты. Да, и поэтому есть клиники, которые, например, один врач может полечить по всем системам, и в итоге причину, с которой пришел врач, ой, пациент, извините, он не вылечит и не поможет пациенту. Поэтому узкая специализация, если врач занимается непосредственно своей специализацией и не распространяется на какие-то другие... Ну, не распыляется по другим специальностям, и не пытается объять необъятное. Обязательно, конечно, на это нужно обращать внимание. Мне кажется, что практология – это достаточно узкая специальность, и нужно знать там до тонкостей, до нюансов, а необычным специалистам во всем. Я знаю, что вы поработали и в государственных больницах, поработали и в частных клиниках. Вот хотел бы уточнить по поводу, есть принципиальные различия к подходу к пациенту или какие-то методы диагностики. Может быть, в платной клинике лучше условия, может быть, лучше аппаратура. Вот хотел бы услышать ваше мнение по поводу государственной и частной медицины. В частной медицине в основном всегда новейшее оборудование стоит, и единственный большой плюс – это больше времени уделяется на пациента, потому что в государственной клинике это 10-15 минут. Да, я знаю, что по сегодняшним стандартам дается 15 минут, и за это время нужно собрать и анамнез, провести диагностику, назначить лечение, и по времени уже заходит следующий пациент. А в частной клинике, я так понимаю, вы имеете право работать… А в частной – это получаса до, ну и больше. То есть там вы вольны работать с пациентом столько, сколько вам требуется времени для установления правильного диагноза, да? Всё-таки плюс, скорее, наверное, платная клиника, потому что на самом деле хочется с врачом не на бегу, так как здоровье у каждого пациента одно, хочется получить к себе максимум внимания и правильную тактику лечения. Ну и тем более по такой деликатной проблеме. Кроме хирургических методик, я знаю, что вы применяете медикаментозное лечение. Да. Вот хотел бы поговорить на тему медицинских лекарственных препаратов, изделий, мази, кремов и так далее. Как выбрать правильный, как определиться, потому что не секрет, что существует на рынке много предложений, в интернете очень много объявлений, каждый обещает чудодейственный эффект. Мне, как специалисту, вот от вас хотелось бы услышать мнение, как выбрать правильное лекарственное средство, и какие должны сопровождаться документы, регистрационное удостоверение на это лекарственное средство и что-то еще. Каким образом вы производите подбор медикаментозного лечения? Ну, я в основном исхожу из того, что необходимо пациенту, в зависимости от его клинического случая. Назначаются самые различные препараты, от венотоников до спазмолитиков, всякие свечи, мази. На рынке сейчас действительно очень много фармацевтической продукции, и лучше исходить, конечно, из каждого конкретного клинического случая. Поэтому порекомендовать что-то пациентам принимать самостоятельно я не рекомендую. Ну, это правильно, это подход хорошего врача. Я просто имел в виду в плане того, что можно ли верить вот этим чудодейственным каким-то кремом, бальзамом, самостоятельно принимать их без лечения врача и устранять какие-то проблемы с помощью того, что обещает реклама и так далее? Не все препараты, которые рекламируют, действительно действенны. К примеру, венотоники, тот же Детролекс, его нужно принимать строго по схеме, которую пропишет врач при данном конкретном случае. В аннотациях написаны в основном для общественного мнения, ну, всем. Усреднённые. Усреднённые, да. Это примерно напоминает как средняя температура по больнице. Когда у одного 40, а у другого 35, то усредняя её мы получаем среднюю температуру по больнице. Да, но мы же прекрасно знаем, что каждый организм индивидуален, и каждая симптоматика абсолютно разная. Поэтому лучше, чтобы врач посмотрел и из каждого конкретного случая назначил лечение необходимое. То есть, всё-таки, по поводу, возвращаясь ещё раз к самолечению, это говорит о том, что дозировку, препараты и всё остальное определяет только лечащий врач. Ни в коем случае нельзя самому заниматься подбором лекарственного средства, дозировкой и так далее. Да. Хорошо. Теперь ещё хотел бы спросить. Вот проблемы, которые люди приходят к проктологу, настолько тонкие, настолько деликатные. Как вы находите этот контакт с пациентом? Как вы находите возможность понять пациента, разговорить его так, чтобы он рассказал вам обо всём? Всё-таки не каждый вот так вот придёт и расскажет, что у меня в заднем проходе вот то-то, то-то, то-то. Это очень сложная такая проблема, которая стоит передо мной каждый день, перед каждым пациентом, потому что действительно они заходят, и все переживают, все трясутся, как начитаются интернета, поставят себе сами диагноз, в основном самый худший. Пытаешься создать какую-то дружескую обстановку, чтобы пациент раскрепостился, что это действительно всё решаемо, пытаешься помочь, и пациенты как-то идут на контакт и легче общаются. В принципе, вторые-третьи посещения обычно идут очень легко, все довольны. То есть важен первичный контакт? Конечно. А ещё хочу спросить, а имеет значение, пациент, женщина или мужчина, кто лучше идут на контакт? Одинаково. Все очень боятся, все очень переживают, одинаково плохо первый контакт начинается. Ну, в плане плохо сковано, пациенты скованы. Они стесняются своих жалоб, стесняются своей патологии, и начать рассказывать даже врачу очень переживают. Поэтому вот создать эту дружескую атмосферу, которая сможет расслабить пациента на приёме и позволит ему полноценно рассказать все жалобы, которые его беспокоят, это очень важно. Ведь это ещё дорога к правильному диагнозу. Чем больше он расскажет о своих симптомах, о своих жалобах и так далее, тем больше вероятность постановки правильного диагноза. Правильно? Да. Вот с этой точки зрения мне, конечно, хотелось бы всё-таки понять. Мужчина и женщина. Вот я так думаю, что женщины всё-таки приходят больше сами, а мужчин всё-таки приходится уговаривать. Они до последнего момента считают, что у них всё хорошо, и как-то стараются отложить визит к врачу. Или я не прав? Ну, на самом деле, нет. Нет, одинаково идут. Когда беспокоят по-настоящему, то кто-то уже не имеет значения, мужчина или женщина. Здесь уже не имеет значения. Я понял. Дорогие друзья, у нас сейчас время рекламы. Никуда не уходите, реклама пройдёт быстро. Дорогие друзья, мы снова в эфире. В эфире программа «Калейдоскоп» в студии Юрий Салдаев. Мы сегодня говорим о такой серьёзной, но деликатной проблеме медицины, как заболевание прямой кишки и заднего прохода. У нас в гостях врач-проктолог, хирург, кандидат медицинских наук Савина Анна Валерьевна. Мы говорим с Анной Валерьевной о различных проблемах проктологии. Я бы хотел задать вот такой вопрос. Ваш центр инновационной медицины, в принципе, о нём достаточно позитивные отзывы, достаточно квалифицированные специалисты работают. Как к вам записаться? Записаться очень просто. Можно найти телефон на сайте клиники инновационной хирургии, то есть это в интернете. Позвоните, и девочки обязательно примут ваш звонок и запишут на любое удобное для вас время. А через интернет как-то можно записаться? У вас существует электронная запись? Или на рецепшн надо обязательно позвонить? Территориально ваша клиника находится в котельниках? В котельниках, да. То есть здесь территориально совершенно рядом? Совершенно рядом, абсолютно можно записаться. Насколько я знаю, ваша клиника работает без выходных и перерывов на обед. Да. Для того, чтобы человеку было удобно, насколько я знаю, у вас есть ещё специальная форма на сайте. Можно изначально написать какие-то свои жалобы, свои предварительные симптомы. Для того, чтобы человек, приходя уже к вам в клинику, врач уже имел какое-то представление о том, какой человек, сколько примерно времени заложить на беседу с ним. Да, действительно, такое есть. И ещё хотел спросить, вот у вас есть амбулаторный приём и, насколько я знаю, есть ещё дневной стационар. Да. Вот расскажите, пожалуйста, от степени тяжести заболевания, от объёма хирургического вмешательства, от чего зависит пребывание? Скорее, зависит от объёма хирургического вмешательства, потому что в некоторых случаях требуется местная анестезия, которая не требует потом дальнейшего пребывания. А в некоторых случаях нужна общая анестезия, внутривенная или спинальная, и тогда пациенту требуется дневной стационар пребывания в нашей клинике. Давайте мы немножко нашим телезрителям чуть поподробнее расскажем про виды обезболивания, потому что человек так устроен, его всегда очень волнует, насколько будет болезненное вмешательство, насколько безболезненна будет его процедура. Значит, спинальная анестезия – это когда в позвоночник вводится иголочка, вводится лекарственное средство, и человек находится в сознании, хорошо общается, но при этом ничего не чувствует в том, что с ним делает. Нижняя половина тела, да. Нижняя половина тела у него как бы получается… Обезболивание при этом от 2 до 6 часов проходит, то есть даже после операции сохраняется обезболивание в какой-то период, определенный период времени. А внутривенная анестезия – это лекарство вводится в вену, человек спит некоторый промежуток времени, как правило, это непродолжительное время, да, при тех вмешательствах, которые не требуют длительного обезболивания, да? Обычно около 40 минут, часа. Ну, я знаю, что одним из таких достаточно серьёзных заболеваний у вас являются периональные папилломы. Какими методами вы с ними боретесь, как вы их убираете? И ещё знаю, что есть критерии сложности, да, по папилломам, по вмешательству первой категории сложности, вторая категория сложности, третья категория сложности. Вот если можно, расскажите про проблему периональных папиллом и методы лечения, и что такое степень сложности в лечении папиллом? Ну, периональные папилломы – это вызывается обычно папиллома вирусом человека. Вот. Встречается как у мужчин, так и у женщин. Это может быть не только проктологическая проблема, это может быть и урологическая проблема. Поэтому нужно комплексно подходить к этому лечению и консультацию получать не только у врача-проктолога, возможно, это гинеколог, возможно, это уролог, в зависимости от того, кто пришёл на приём, мужчина или женщина. Вот. По степени сложности, в зависимости от количества папиллом… Папиллом и от точек их локализации, да? И осложнений имеющихся, да, уже у пациента удаление делится на три категории сложности. Если это единичные папилломы, находящиеся на периональной коже… Ну, то есть, видимо, и доступные для того, чтобы их убрать. Да, то это первая категория сложности. Если это кандилломы, переходящие уже в анальный канал, это уже вторая категория сложности. Плюс, если кандилломы кустистые, уже с осложнением, с кровотечением, да, с контактным, это уже третья категория сложности. Обычно третья категория сложности – это больше 15 штук их. 15 кандилом у одного человека? У одного человека, независимо от того. Это они и на периональной коже, и в анальном канале, и часто всего кровят. Вот хотелось спросить, если кандилломы – вирусная причина, вирусные этиологии, да, вызываются вирусом, кроме удаления этих кандилом, нужно ли проводить ещё какую-то комплексную противовирусную терапию? Конечно, конечно, нужно проводить, потому что хирургическое лечение, оно не избавляет папилломовируса человека, от папилломовируса человека. Поэтому хирургическое лечение обязательно подкрепляется консервативным лечением. Обычно это длительное консервативное лечение в течение полугода, чтобы был хороший достаточный эффект, чтобы пациента избавить от данной проблемы. Поэтому, приходя пациент на приём к проктологу, я обычно ставлю в известность, что это не быстро. Первый этап – это удаление, мы начинаем противовирусную терапию, потом человек приходит через 3 месяца, и ещё через 3 месяца. В общей сложности получается полгода. Знаю, что одним из методов выбора лечения кандилом является электрокоагуляция. Если можно, расскажите, в чём плюсы и минусы этого метода, как часто вы его применяете? Электрокоагуляция – это, по сути, действие тока. Короткий импульс, электронож, либо длинные импульсы. Применяю практически всё время, уже скальпелем, как такового, кандилома. Но, насколько я знаю, это современная как раз технология, метод электрокоагуляции, и вся его прелесть состоит в том, что, отсекая кандилома, вы прижигаете одновременно, чем минимизируете кровопотерю человека, и объём операции становится более щадящий. Да, плюс послеоперационный период очень быстро проходит и легко для пациента, безболезненно, плюс быстрая регенерация тканей, что сокращает это всё послеоперационный период. Теперь ещё хотел бы спросить про лечение геморроя. Вот достаточно большая, достаточно серьёзная проблема с геморроидальными узлами, мучаются очень многие люди. В принципе, хотел спросить, какие современные методы, вот я знаю, склеротерапию используют, да, легирование геморроидальных узлов, дезерторизация. Вот если можно, об этих методах расскажите чуть поподробнее, что каждый метод из себя представляет, и какой метод, при каких формах заболевания геморроем вы бы, в принципе, выбрали. Как определяется, каким методом бороться с геморроидальными узлами? Да, действительно, сейчас медицина идёт вперёд, и существует очень много методов, которые позволяют вылечить пациента. Это, ну, начнём сначала, да, с клеротерапии. Это вводится склерозант в просвет сосуда, за счёт чего происходит склеивание самого сосуда, и как бы сам геморроидальный узел уходит. Но он применяется в самых начальных стадиях, это первая, вторая стадия. Вот, в более тяжёлых степенях, там, третья, четвёртая, он неприменим. Поэтому, как бы, редко применяют, да. Латексное легирование – это ещё один метод лечения геморроя. Применяется при внутреннем геморрое, при наружном он не применяется. Вот, и применяется при третьей, четвёртой степени. То есть, когда узлы уже выпадают, начинают кровоточить, чтобы не делать полноценную операцию. Если это единичные, к примеру, да, внутренние узлы, то накладывается латексное кольцо, которое потом вместе с узлом отпадает через две недели. Суть этого метода заключается в том, что прекращается кровоток существующего геморроидального узла, то есть питание его, и узел через время отпадает самостоятельно. Этот метод не требует анестезиологического пособия, то есть он абсолютно безболезненный, и пациент не выпадает из обычного образа жизни. У нас на сайт приходят вопросы в режиме онлайн. Если можно, поподробнее расскажите о работе дневного стационара. Какая средняя продолжительность пребывания в дневном стационаре, допустим, да? Какие, примерно, процедуры, там, перевязки или что-то ещё делается там? Ну, и если можно, может, примерно сориентируйте по стоимости пребывания в дневном стационаре, сколько примерно обходится пациент, ну, приблизительно хотя бы в общих чертах, чтобы было понимание, что такое дневной стационар и к чему готовиться. Значит, в нашем дневном стационаре выполняются различные процедуры. Это от перевязок, послеоперационная, после наркоза пациенты находятся, капельницы, если назначаются где-то, то можно прийти, спокойно покапаться. Вот. Стоимость пребывания в районе 500-600 рублей. То есть я правильно понимаю, что в течение дня пребывания пациент находится под тщательным медицинским наблюдением, ему выполняется комплекс необходимых процедур, мероприятий и так далее? То есть это как раз то, что обеспечивает необходимость достижения конечного результата полного выздоровления, настолько, насколько это возможно? Да. Хорошо. Ещё хотел бы спросить про удаление каловых камней и народных тел с прямой кишки. Я знаю, что это достаточно большая проблема, знаю, что сталкиваются люди с этим. Как часто такое встречается и какие народные тела приходится извлекать? Ну, на моей... Ещё каловые камни, вот как они формируются и как их удалять? Почему вообще возникает такая проблема каловых камней? Каловые камни возникают по одной причине. Это неправильное питание, неправильный образ жизни. То есть если возникают запоры, соответственно, постоянно человек не оправляется более трёх дней, начинают формироваться каловые камни. Вот. Удаляются механически, то есть врач механически просто берёт и чистит прямую кишку. Вот. Либо с помощью масляных... То есть выполняют такую функцию дворника по вычищению пространства? Да, можно и так сказать. Масляные клизмы очень хорошо помогают размягчать и, соответственно, направлять с пациентом. Но если... Обращаются очень редко. Ну, по крайней мере, на моей практике обращение было редко. Потому что в основном доносишь пациенту, как правильно питаться, что правильно делать, и пассаж по кишечнику восстанавливается самостоятельно. А по инородным телам расскажите. Это, как правило, игрушки, которые употребляют взрослые, или что? Что такое инородное тело в заднем проходе? Инородные тела абсолютно разнообразные. От теннисных мячиков до баллончиков лака косметических. Вот. Все что угодно. Ну, и игрушки, которыми балуются взрослые. Ну, в принципе, это большая проблема. Потому что, я так понимаю, что извлечь из заднего прохода какой-то баллончик для лака и так далее, это бывает достаточно сложно. Ну, сложно, да. И если не получается, то это идет уже потом на большую открытую операцию. И уже извлекается, соответственно. То есть, я так понимаю, что надо понимать взрослым людям, что с такими игрушками не шутят, что задний проход – это не место для таких игров. Лучше этого не делать, да. Понятно. И, наверное, последний вопрос, подытоживая нашу программу, хотел бы еще спросить про анальные трещины. Как часто обращаются с этой проблемой? И правда ли, вот есть мнение некоторых специалистов в интернете, и я слышал, что при лечении анальных трещин используется ботокс. Да, используется. С трещинами обращаются очень часто. Опять же, это проблема неправильного питания. Вот, обычно вызывают механические какие-то повреждения, слизистая трещина. Бывает, люди сразу обращаются к пациенту. Бывает, затягивают и переводят это в хроническую форму, что приводит к спазму сфинтроанального канала. И это вызывает очень сильный болевой синдром. Вот. Ботокс, да, действительно используется. Он блокирует нервное окончание при введении под анальную трещину на какое-то время. Но при этом нервные окончания не отмирают. Они восстанавливаются месяца через три, что даёт возможность регенерации трещины. Но, честно говоря, это слишком дорогой метод лечения. Проще взять, прооперироваться и забыть. Ну, всё равно давайте улыбнем наших телезрителей, что ботокс используется не только для лица, но и для ладного прохода. Дорогие друзья, напоминаю, что гостем нашей программы была врач, кандидат медицинских наук, проктолог Савина Анна Валерьевна. Всего вам самого доброго. И помните, запасных частей у вашего организма нет. Редактор субтитров А.Семкин